Рад приветствовать вас на канале Cashflow. Сегодня мы разберем гиганта индустрии фармацевтики и биотехнологии, американскую компанию Pfizer. Компания производит самый популярный в мире препарат Lipitol, который используется для снижения уровня холестерина в крови. За период с 1997 по 2012 год его было продано на 125 миллиардов долларов. Также Pfizer продает еще много популярных лекарственных средств. Немного истории. Pfizer получила свое название в честь американцев германского происхождения Чарльза Файзера и Чарльза Эрхарда, которые основали фармацевтический бизнес еще в 1849 году. Они производили средства от паразитов, которые называлось сентонин. Их продукция немедленно начала пользоваться успехом. Быстрый рост компании начался в 1880 году, когда они стали производить лимонную кислоту. На заработанные деньги компания покупала помещения, чтобы расширять свою лабораторию и фабрику. К 1910 году Pfizer стала считаться экспертом в технологии ферминации. Эти знания были использованы для массового производства пенициллина во времена Второй мировой войны. В 80-е и 90-е годы 20 века компания испытывала период интенсивного роста, который был связан с изобретением и продажей новых популярных лекарственных средств. В 2004 году акции компании Pfizer были включены в базу расчета промышленного индекса Dow Jones. Также отметим, что Pfizer является изобретателем и производителем всемирно известного препарата Viagra. Производство препаратов осуществляется на заводах компаний, расположенных в 46 компаниях мира. И имеется представительство более чем в 100 странах мира, в том числе и России. Есть список наиболее продаваемых препаратов, но внимание я хочу обратить на препарат Abrams. Именно этот препарат обрушил акции компаний на 7% за один день. Фармацевтический гигант заявил, что его лекарство от рака Abrams вряд ли повысит выживаемость в исследованиях на ранних стадиях рака молочной железы. Акции Pfizer резко упали на таком заявлении. Но неудача не так уж плоха, как кажется. Акции данной компании являются хорошим вариантом для инвестиций, с учетом скорректированного прогноза прибыли в этом году и с дивидендной доходностью, которая превышает 4%. Новости, хотя и неутешительные, но вряд ли будут катастрофическими для компании такого размера. Препарат Abrams, который уже был одобрен для лечения некоторых форм рака молочной железы, стал одним из самых продаваемых лекарств Pfizer. Общий объем продаж в 2019 году приблизился к 5 миллиардам долларов. Успех в лечении пациентов с Abrams на ранней стадии в качестве вспомогательной терапии мог привести к дополнительным доходам в миллиарды долларов. Но данный препарат оказался по факту неэффективным. Что ж, давайте перейдем на сайт Simple Wall Street и проанализируем фундаментальные показатели компании. Так, давайте посмотрим цена акции против справедливой стоимости. Справедливая цена по версии аналитиков чуть больше 70 долларов. Мультипликатор P на E, стоимость акций прибыли, показывает за сколько лет окупятся ваши вложения в акции компании. Показатель 12,5, это хороший показатель. По рынку 15, промышленность чуть больше 16. Мультипликатор PEG, сопоставление цены акций с прибылью на акции и ожидаемой прибыли компании. PEG равен 2. Будущий рост доходов компании Pfizer 6,1%. Это прогнозный. Понятно, что в 2021 году будет небольшая просадка по доходу, а далее идет плавное восстановление. Прогноз прибыли на акции. Также видим, что начнется в 2021 году небольшой рост. Рентабельность собственного капитала прогнозируют аналитики 24,4%. Это достаточно неплохо. Далее. На графике видим, что прибыль не растет у компании. Отмечу, что в фармацевтике нет такого интенсивного роста, как в IT-секторе. В медицине и биотехнологии это стабильный доход из года в год. То есть этот график достаточно нормальный. Что касается финансового здоровья компании, на графике видно, капитал из года в год не растет, остается на одном уровне, а долговая нагрузка постепенно увеличивается. Это не очень хорошо. Текущая дивидендная доходность 4,29%. Видим, что Pfizer стабильно выплачивает дивиденды. Текущая выплата акционерам составляет 51% от прибыли. Что ж, теперь давайте перейдем к приложению ВТБ Инвестиции и приобретем акции компании Pfizer. Торгуется компания после таких новостей более чем приемлемо. Я буду приобретать 3 акции. Что ж, подходит вам данная компания, решайте сами. Это был лишь небольшой анализ. Мое видение данной компании. Это на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Продолжение следует...